Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проанализируем отчетный матч между командами Челсинь и Померанчем. Итак, на протяжении первых двух минут матча между Челсинью и Померанчем на арене Монт-Болондию явно прослеживалась сверхмотивация, концентрация и самоотверженность игроков Челсини, особенно в игре без мяча. В обороне Челсини играли, выстраивая две линии по одному человеку на своей половине поля, очень компактно и очень подвижно действуя по отношению к мячу и игрокам соперников. На чужой половине при планомерном развитии атаки активно играли только Виктор и Владич, что им свойственно. Они выходили на соперника, они ждали, когда в зону действия придет мяч. Нельзя не отметить также, что как только Померанчево отрезали эту двойку, Дельмаксу и Николя Окола дисциплинированно приходилось отходить глубину болота. Играя пятым игроком в линии полузащиты, Алекс Азо, старался тоже зажимать соперника в тиски, если тот работал в его зоне, либо играл по опорному полузащитнику соперника. Таким образом, подопечные Баттини в этом матче лишили соперника возможности закрепиться на чужой половине поля. Как казалось, у Померанчевых не было варианта начинать атаку за счет передачи назад опорному, например, полузащитнику. Все, что удавалось сопернику, это контроль мяча в зоне центральной линии своих ворот или максимум штрафной. В основном, эта зона обороны Померанчево проходила с Челсиними за счет стандартных и эффективных заготовок. Пас вперед и потеря мяча. Или скидка пас, а потом потеря мяча. На половине соперника им приходилось проводить атаку с ходу, поскольку последний не давал им шанса на раздумья. И нельзя сказать, что Челсини в этом преуспели в отчетном матче, к сожалению. Овладев мячом на своей половине поля, Челсини часто делали упор на быстрое развитие атаки. Полузащитники Окола и Дельмакс старались выполнить диагонально Владича или Виктора, который уже к третьей минуте, к сожалению, не успевал перестроиться из атаки в оборону и наоборот. Либо отойти в зону, где играл Алекс Азот. Все было неплохо в центральной части поля и на подступах к штрафной сопернику, но не хватало последнего штриха. Хорошей последней передачи. Ну вот, неудачная передача Виктора на выход один в один. Или акцентированного удара Владича на верочку, как говорится. Теряем мяч на дальний третий поле. Челсини активно отбирали мяч на своей половине поля. И сразу преодолевая прессинг соперника, пытались в одну-две передачи уходить в контратаку либо за счет быстрого создания Челсина перевеса в 10-20 кг на отдельном участке поля и последующим переводом мяча в свободную зону уже где-то в районе ворот противника. Но как только происходило это, игроки Померанча были вынуждены быстро отскакивать в оборону. И за счет молодости это довольно часто им удавалось. Но вот ближе к концу изнуряющего пятиминутного матча, осознав, что соперник активно и эффективно использует зону между центральными защитниками и крайними, Дельмакс и Азос стали играть с оглядкой. Редкие подключения в атаку. Даже когда для этого были предпосылки, фланговые игроки группы атаки освобождали имбровки и ленточки. Вот это-то и боязнь, а глядка привела к двойной ошибке в обороне и голову в свои ворота. После этого надо отметить, что еще больше снизилась эффективность в атаке Челсини. Крайние защитники Померанча, видя, что в их зону не включается из глубины, выдвигались, осмелели и стали практически выходить центральной линией, еще более осложнив развитие атак Челсини. За две минуты до окончания матча, что было, надо отметить, запоздалым решением, Поки не попытался сменить рисунок игры без замен. Первым бросившимся в глаза изменением стало то, что Дельмакс начал ближе играть к Азору, а в центральную зону сваливался Викто или Окола. Но, как говорится, что-то пошло не так, и зоны на флангах Челсини более смело начали заполнять крайние защитники Померанча. Особых дивидендов это поначалу как будто им не дало, но контроль мяча стал ближе к воротам Челсини. Плюс создавала ширина атаки метров 5-6 где-то. Ключевыми моментами в отчетном матче, к сожалению, должен отметить, стала потеря мяча Околой возле своей штрафной. Нападающие Померанча здорово воспользовались разряженным пространством между ног, этого гениального полузащитника атакующего плана. И хотя индивидуальное мастерство Околы смешивалось с напором Виктора и настойностью шириной шага Владича, штурялось изысканным коктейлем на протяжении всего матча, чтобы завладеть мячом сопернику достаточно оказалось одной ошибки звездного Коли. Именно так местные фаны прозвали Околу за схожесть его имени с именем отца тренера сборной Украины Андрея Шевченко. И вот подключение крайних защитников к отбору привело к второму голу в ворота Челсини. После пропущенного второго гола Баттини прошел в Норильске и дал команде отдохнуть за пределами поля. Итак, 2-0 в пользу помаранчевых или 0-2 в проигры в Челсини. В итоге что? Резюмены. Тренеры выбрали разные стратегии на матч, исходя из покора игроков и стиля игры команд. Но, несмотря на эти различия, команды создали моменты как под копирку, серии неплохих ударов в ноги сопернику, опасные моменты после головы без завершающего удара, когда нужно было попасть только в пустые ворота. Но, ключевой момент, на первый план вышло желание, желание выиграть. Помаранчевые решили свои эпизоды, а Виктор и компания не смогли. Спасибо, до следующих обзоров. Продолжение следует...